Всем привет, друзья. Разработчики только что выпустили какое-то супер уникальное видео длиной 17 секунд. Давайте мы его посмотрим. Вот такое вот оно. Вы думаете, что за бред и что такого? А давайте мы покадрово его проанализируем, потому что здесь просто охренеть. Во-первых, начинается с того, что показывают рубашки Эвели, Шторма и Славы Макарова. Чтобы вы понимали, эти люди стояли у истоков разработки World of Tanks. Именно они придумывали игру такой, как она сейчас появилась давным-давно. И это тоже не просто так. Дальше показывают нам картинку, которая не до конца понятно, что означает. Нарисовано КВ-220, как будто бы это 220 вольт и розетки. Но мы знаем, что здесь имеется в виду как раз именно танк КВ-220. Его называют розеткой именно за это. Лежат видеокарты, как будто бы старинные. И какие-то там предметы, которые, не знаю, топ-танкс. Это что-то такое древнее все. Может быть, откидывающее нас в какое-то время, где это все было максимально актуально. То есть, вообще прямо далеко назад почему-то стоит маскировочная сеть в рамке. Здесь мне не до конца понятно и огнетушитель. Здесь можно только догадываться. Но давайте дальше. Надпись на доске. ИС-4, десятый уровень, Т-39. Чтобы вы понимали, в этой игре был патч 0.7.1 или 0.7.1.1. Или что-то типа того, я уже не помню. Но что-то вот в этом духе, когда ИС-4 переводили с девятого уровня на десятый. Или наоборот, я уж не помню. Подождите, запутался. Но Т-30 точно был танком десятого уровня когда-то. И его перевели на девятый. Тогда сделали Т-34-ку премом. И я это помню, отлично это время. И именно эта отсылка, опять же, туда же. И это еще не все. Картинка, которая для новичков вообще ничего не скажет. Но это Чаффи, Т-52 и Толстопарт. Причем, картинки, это то, как они выглядят в игре сейчас. А не так, как выглядели раньше. Раньше Чаффи, Т-52 и Толстопарт были единственными высокоуровнями легкими танками в игре. Они были пятого уровня. Тогда других ЛТшек еще не было. И это тоже нас относит в ту самую древнюю эпоху. И последнее. Нам показывают наш текущий ангар. Ну, типа, да, лес. И если вы приглядитесь, то показывают нам... Внутри, вон там, как будто бы портал в старый ангар. Который был еще до всяких там этих графонов. До всяких 1.0 и прочего. Это тот самый ангар старейший, древнейший, который в этой игре был с момента ее старта. И потом он только поменялся на этот лес, в котором мы сейчас находимся. И почему в него прыгает собака? Вопрос хороший. Но вы... Так, вернемся. Где-то мы вернемся. Но, по идее, вот эта вот собака, которая здесь нарисована, она тоже не случайна. Ведь в игре с собакой тоже есть небольшая история. Раньше на картах, не помню, то ли... Навру сейчас, наверное. По-моему, даже было до того, как я в это начал играть. Была, короче, будка с собакой. Ты наезжаешь на танке на эту будку и слышишь собачий лай. И чтобы игра соответствовала возрастному рейтингу, собаку убрали. Потому что, ну, типа, уничтожение животных считается по этим всем звукам. И эта собака, видимо, оттуда. Либо это шарик с Рудикой. Или хрен его пойми. Какие-то стоят тут танкисты, провожают собаку. Непонятно. Ну, еще в целом, вот раз кадр тут застопрился, обратите внимание, что сам монитор-то древний. Такой, как бы, с этой... Кинескопом еще. И дальше нам показывают, что все они собрались, типа, в это самое, в самое древнее. И назначили это все на 29 марта. Ну, я думаю, вы понимаете, что 29 марта. Плавный перетечет 30, а потом 31 и будет 1 апреля. И это шуточный ивент от Wargaming, который назначен на 1 апреля, который начнется пораньше, 29. И, судя по всему, друзья, и, судя по всему, это будет каким-то образом напоминать нам старые танки. Я не исключаю, что разработчики просто вернут нам клиент, ну, не клиент, а прям игру в игре. То есть мы можем поиграть на старых картах, в старые танки, со старым матчмейкингом, со старым всеми вот этими пробитиями, может быть, даже без голды, со старой артиллерией, со всем этим. Тем, о чем многие из вас скучают, о чем многие из вас трепетно переживают и вспоминают. Возможно, они вернут нам старые танки. На время. Может быть, попробовать. И напоследок, знаете, что хочется сказать? Они это делали не вчера начали. Они это делали, возможно, еще с середины прошлого года. Знаете, по какой причине? Помните тот старый видосик, когда речь шла про подарок Т-52? И вот этот старый ролик, я думаю, вы его помните. Он нас особо сейчас... Эта история случилась в канун одного важного события. Он нас особо не интересует, потому что мы его уже смотрели и помним, все, что там было. Там Антон Панков ходил с каким-то списком подарков. И все участники, именно Михаил Живец, все те, которые были в том видосике, который только что мы смотрели, все они здесь же также участвовали. И в конце этого видео Антон Панков уходит вот в эту дверь. Несмотря ни на что. Это была шутеха про то, что он ушел в Рубикон в патч, как бы после 9.0, там 10.0. В итоге заменили на 1.0. И это еще не конец. Даже если что-то было действительно странно. Так, ну тут слава Макара, все понятно. И вот сейчас внимательно. Ту дверь, которую еще раз покажут, на которой было написано 1.0. Вот сейчас в ней поменяется время, как будто бы на 0.7.0. И этот ролик вышел в ноябре прошлого года. То есть прошло полгода практически. И это тот патч 0.7.0, когда еще не было барабанных танков, не было французов. Французы вышли в 0.7.1. В 0.7.0 были только американцы, Советы и немцы. Были Чаффи, Толстопарт и Т-52. Были там все, что хочешь, короче, с тех времен, самое ламповое и веселое. Не было барабанных артиллерий. Не было хэш-фугасов. Не было сверх-мега-скоростей. Этот патч, который многие называют самым главным, лучшим патчем. Именно это и было для кого-то World of Tanks. Все, что остальное, это просто уже портили то, что имелось. Что если, друзья, мы будем играть на 1 апреля в старые танки? То есть нам в игре прям сделают портал, где ты заходишь, видишь старый ангар, выбираешь любой старый танк, запускаешь бой, где старая артиллерия, где нет ни одного барабана, где все стреляют бронебойными снарядами. Где все офигенно, где, может быть, разработчики щупают нас и хотят нас этим всем ламповым, типа, теперь совратить. Может быть, они хотят, как бы, сейчас же все свихнулись на волне возврата играющих. Может быть, этим они хотят нас привлечь. А что, если правда, это будет слишком офигенно, чтобы не возвращаться? Поживем-увидим. С удовольствием буду вместе с вами следить за тем, что же будет 29 марта. Обязательно приходите на стрим в этот день, потому что в этот же день, еще, к слову, будет, черт подери, встреча с разработчиками. Я не знаю, как я это все буду проводить, но очень хотелось бы совместить, потому что, ну, нельзя это оставить без внимания. Вот, что-то меня аж прямо колбасит от всего. О, короче, спасибо большое за внимание. Жмите лайк, если вам эта вся тема интересна. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новости в течение первых секунд, как они появились. Ну и всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok